Всем привет, друзья! Очень рада, что вы звонили ко мне в гости. Сегодня мы с вами поговорим о косметике. О косметике Фаберлик. Новая коллекция, очень успешная, очень бюджетная. Мне она понравилась. Да, я не выпустила ее, не выпустила видео именно сразу в момент выхода этой коллекции, потому что мне хотелось вовсю ее протестировать и спробовать, проверить, чтобы наш с вами видеообзор получился полноценно полезным, максимально информативным. Поэтому давайте приступать к обзору этих интересных новинок. В посылке шел вот такой интересный, красивый новогодний каталог, но листать мы с вами его сегодня не будем. Первое, давайте с чего мы с вами начнем. Появились в продаже очень много чаев. Это коллекция чаев, не чая в Family Club. Я знаю, что многие девочки мне рекомендовали напробу эти чаи. Я любитель интересных чаев, сам берем, с какими-то травами, которые имеют очень интересный аромат и привкус. Я взяла на пробу черный чай, восточный чабрец с кардамоном и экстрактом каштан. Серия называется «Полезные продукты». Внутри этой коробочки находятся 20 пакетиков. Заваривается очень просто. Также меня порадовало, что каждый пакетик еще упакован вот в такие маленькие порционные пакетики. Это очень удобно. По насыщенности действительно чувствуется насыщенный черный чай. Аромат восточных таких трав. Тепкий, приятный. На осенние вечера приходит идеально. Мне понравилось. Думаю, следующие заказы буду что-нибудь еще пробовать из этой серии и вам рассказывать о своих впечатлениях. Также, что еще взяла из этой серии, тоже не чая Family Club. Это суп. Это бобовый крем-суп с копченой паприкой и бамбуковой клепчаткой. Вот такая упаковка. Коробочка рассчитана на 5 порций. Время приготовления 20 минут. Внутри имеется окошко, через которое столько много всего интересного и красивого выглядывает. Поэтому пойдемте с вами готовить. Очень интересно будет его попробовать. Я люблю пробовать различные вкусняшки. Какие-то снеки, какие-то суперфуды. А тем более, которые еще и полезные. Это вдвойне приятно. Пойдемте пробовать. Надеюсь, это да мне понравится. И я тогда буду вам советовать. Конечно, очень красиво выглядит эта смесь для супа. И готовится все очень просто. Я сварила бульончик и полностью высыпала туда пакет этой смеси. Однако, на что хочу обратить ваше внимание. Мне кажется, что все-таки жидкости бульона нужно добавлять больше, чем указано на коробке. Потому что в итоге все сильно разбухает. И у меня получилась каша. Все сблендерила по вкусу. В принципе, интересно, да, гороховый суп. Я бы не сказала, что пахнет какими-то копченостями. Больше чувствуется легкая кислинка от томатов и паприки. Ну и да, соль нужно добавлять по вкусу. Так как я в последнее время начала красить волосы дома. За счет возникновения этой нашей карантинной ситуации. Да и за счет того, что салонное окрашивание не настолько стойкое, насколько бы мне хотелось. А денег берут за это окрашивание очень много. Мне многие зрительницы советовали и большое вам спасибо попробовать краску для волос от Faberlic. Я взяла серию Expert Color. Там была еще другая серия. Но пока решила остановиться на этой. Стойкая крем-краска. Максимум цвета. Экстра стойкий глубокий цвет. 100% закрашивание седины. Уход с маслами. Оттенок взяла 5.35. Светлый каштановый шоколад. Мне показалось это очень красивый оттенок, как было у меня ранее. Коричневатый. С какой-то вот такой янтарный золотистым оттенком. Пока еще не красилась. И я думаю в этом видео, к сожалению, мы с вами эту краску не протестируем. Но пока у меня и корни не отросли. И цвет смотрится более-менее однородно. Поэтому давайте перенесем покраску на следующие видео. Если вы знаете что-то именно про эту краску для волос, то, пожалуйста, напишите в комментариях, к чему мне готовиться, на что обращайте внимание. Чтобы в процессе покраски мне никаких косяков не допустить. Далее переходим к новиночкам. Что я уже успела попробовать? Заметила на сайте новинку. Крем-депилятор 3 в 1. Ранее я подобными штучками пользовалась. Были как хорошие, были как плохие. И поэтому решила взять на пробу вот эту упаковочку. Красивую, вот с такой девушкой стилей пинап. Знаете, попробовала. Но вот, к сожалению, эффект мне не совсем понравился. Да, удаляет волоски. Но не настолько хорошо, насколько бы мне и хотелось. Расход очень максимальный. И, возможно, у меня структура волос такая более грубая. И этот крем не способен с ними справиться. Не знаю. Но, к сожалению, мне и не подошел. Больше я это средство покупать не буду. Что купила Соня? Подарки. Подарки? Да. Хорошо, беги. Белокую тело. Хорошо. Ну, я же знаю, что ты хочешь. Да, я не видела. Угу. Пойдешь играться? Нет, клявить. Ну, иди складывай. Хорошо? Фу-фу. Хорошо, Зай. И махну. Хорошо. И полива, полива. Далее мы переходим к совместным покупкам, которые я совершила вместе с мамой. Дело все в том, что мама у меня любит и гели для душа от Фаберлик, крем для рук от Фаберлик. Поэтому я решила попробовать новую серию. Посмотрите, вот эта новая обновленная серия Бьюти Кафе. В красивых баночках, таких аппетитных и таких вкусных. Но давайте обо всем по порядку. Кое-что, да, я дам маме кое-что, кое-чем буду пользоваться сама. Крем для рук с малиной. Вот в таком красивом тюбике с малиновыми десертами. Тут изображение Парижа, каких-то береточек. Знаете, крем мне понравился. Приятный малиновый аромат, нежная текстура, нежная консистенция. Вообще мне эта линейка понравилась. Обалденный, обалденный крем. Дам его маме, маме точно понравится. Из этой же серии, тоже Бьюти Кафе и тоже с ароматом клубники, это суфле для тела. Но для тела такими продуктами пользуюсь я, так что эта баночка будет мне. Это просто нежнейшее суфле, которое хочется съесть. Настолько аппетитно оно выглядит. Я жалею, что камера не способна передать ароматы. Но насколько это приятно, насколько это вкусно. Консистенция тут, она знаете, действительно желейная. И ее вот так вот просто не возьмешь. Ее нужно как бы слегка подковыривать, брать кусочки. Либо вот так вот тереть, тереть, тереть. И под теплым воздействием рук, теплых воздействий пальцев, это начинает все таять и наносить на кожу. Нереальное увлажнение, нереальный аромат. Мне понравилось. Если любите что-то такое для тела, обратите внимание, стоит недорого. А вот эффект, по крайней мере, для меня это был просто неимоверный. Если вы смотрите меня постоянно и смотрите разные видео и про фикс прайс, и про светофор, да и вообще различные влоги, вы уже поняли крайнюю мою такую бешеную любовь и постоянную покупку из разных серий, из разных косметических продуктов. Ну, не косметических продуктов, из разных компаний. Это скрабы для тела. Да, в последнее время я полюбила скрабы для тела. Мне нравится сам процесс, мне нравится эффект. После этого применения кожа становится просто нереально нежной, просто нереально ухоженной, брахкочистой. И поэтому из этой же серии я взяла на пробу и новый скраб. Это скраб для тела с ароматом лаймового сорбета. И вы просто посмотрите, что находится там внутри. Это вот такая нежная консистенция. Пахнет, нереально пахнет именно лаймом. Такой насыщенный цитрусовый аромат. После применения этого скраба не только кожа становится прекрасный. Ты сам бодришься и хочется делать-делать все, что только можно. Тоже очень интересная штучка. Вообще мне эта серия понравилась. И также в дополнение к этому лаймовому... Лаймовому... Скрабу с ароматом лайма, выкрутилась, подходит и гель для душа. Тоже такой же вкусный, приятный лаймовый аромат. Нереальный запах. Я не знаю, как им удалось добиться, какие они ароматизаторы там используют. Но пахнет, правда, очень здорово. Еще из этой серии бьюти-кафе, но только чуть в другом исполнении, есть пена для ванны с ароматом черники. И тут такой черничный кексик, капкейк. Аромат этой пены, этого геля очень приятный. Тоже такой вкусный, сладкий. Единственное, что пенообразование не настолько сильное, насколько бы хотелось. Но неплохо, средний вариант, для своей цены, прекрасная вещь. Кожу мою не сушит, все мне нравится. Еще одна новая линейка. Тоже в красивом оформлении, в таком нежном. Посмотрите, это вот такие малышки. Называется серия Love. И вообще, эта серия очень обширная. Представлена она как шампунем. Я взяла шампунь питания и восстановления волос. Большой флакон, 400 миллилитров. Уже успела попробовать. И мне понравилось, как промывает волосы. И неплохо даже увлажняет кончики волос. Даже без применения каких-то дополнительных уходовых средств. Основным компонентом всей этой серии является ланолин. Это уникальный природный воск, получаемый из шерсти овец. И неспроста на упаковке этих тюбиков в баночек нарисована милая овечка. Также я взяла из этой серии крем для рук с функцией увлажнений. И крем для ног с функцией снятия усталости. Вот именно крем для ног мне очень сильно понравился. И вообще из этой серии много полезных штучек у Фаберлика. Мне понравился крем из серии Food Care. Как-то по-другому. Или так, или по-другому называлось. Тоже очень хорошо снимает усталость с ног. У того крема был эффект тонизирования и охлаждения. И как раз вот именно и с этим эффектом вот этот крем для ног. Он мне тоже понравился. Легкий холодок на ножках чувствуется. Но и нежный крем для рук, который хорошо также увлажняет кожу, легко впитывается. Поэтому тоже могу вам его рекомендовать. Наверное, сегодня я 150 раз употреблю слово тоже, слово крем. Но не знаю, у меня какое-то видео получается сегодня очень эмоциональное. Наверное, из-за того, что товары, эти новинки мне правда очень понравились. Еще одна новая серия. Вообще в этот раз Фаберлик как-то запустила много новинок, очень интересных товаров. Это вот такая серия 4. В одном я взяла гель-пенку очищающую, которая очищает от загрязнений, подходит для снятия макияжа, увлажняет и дарит ощущение комфорта. Наносила после снятия макияжа на влажную кожу. Пенится хорошо, снимает хорошо, ухаживает прекрасно. Очень хорошая штучка. Мне понравилась. Для моей кожи подошла идеально. А также матирующий крем тоже из этой серии взяла. Для того, чтобы использовать в качестве базы, в качестве основы под макияж, да, легкий эффект мотирования есть. Крем-текстура, она не сильно тяжелая, не сильно, так скажем, насыщенная. Я люблю легкие текстуры, поэтому мне тоже этот крем понравился. Буду использовать именно в качестве базы под макияж, так как он в сочетании с тональным кремом работает просто прекрасно. Ну что, друзья, вот и подошел к концу этот обзор. Надеюсь, вам он понравился. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих новинок. Может, что-то уже успели заказать и попробовать. Надеюсь, это видео было хоть капельку полезным. Если это так, поддерживайте пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Если у вас есть какие-то свои рекомендации по поводу товаров из Фаберли, которые я еще не пробовала, пишите внизу. Я очень признательно буду вашим советом. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok